Вред дрожжей А вы знаете одну из главных причин падения иммунитета? В природе животные не так болеют, как современные люди, питаясь традиционно приготовленной пищей. Сегодня в этой статье мы рассмотрим одного из самых главных врагов, с которым приходится бороться нашему иммунитету. В этой статье мы рассмотрим вред хлеба и дрожжей для нашего организма. Дрожжевые бактерии Современный хлеб может нанести серьезный вред нашему здоровью благодаря генно-модифицированным дрожжевым бактериям. В природе дрожжи встречаются в натуральном виде, к примеру, микроорганизмы, обитающие на внешней оболочке злаковых культур. Натуральные дрожжи и изготовленная на их основе закваска славилась нашими предками. Возраст закваски бывало насчитывали до 300 лет и больше и передавали с приданным молодой супруге. Такой хлеб приносил большую пользу и мог храниться месяцами, оставаясь свежим и вкусным. Огромную нагрузку на иммунную систему оказывают термофильные дрожжевые грибки. Это первые одноклеточные генно-модифицированные организмы, умирающие при выпечке хлеба, но их споры выдерживают достаточно высокие температуры. Для размножения клеток хлебопекарных дрожжей применяют серную кислоту для создания оптимальной кислотности среды. Когда споры этих грибковых штампов попадают в закисленный организм, они находят в себе пищу и среду для обитания. Но даже ограничив себя от употребления дрожжей, поступающих в хлебобулочные изделия, человек остается в непосредственном контакте с ними. Мы вдыхаем споры этих грибков повсюду. Они в воздухе и окружающей нас среде. Дрожжевые грибки опасны не только брожением. Попадая в оптимальную для себя среду, они начинают быстро размножаться и поражают органы и ткани, вызывая такие заболевания, как кандидозы, микрозы, аллергии и так далее. Термофильные дрожжи схожи с паразитами. Они ведут себя намного агрессивнее, чем природные дрожжи. Постоянно угнетая нашу симбионтную микрофлору, они подавляют иммунитет. Когда иммунная система перегружена, они находят ослабленное место в тканях органа, и грибок прирастает к ее стенкам. Задумайтесь над этой мыслью. Грибы растут внутри вас. Возможно, грубое умозаключение, но четко передает образ проблемы. Обосновавшись внутри вас, грибница термофильных дрожжей размножается делением почкой. В процессе их жизнедеятельности выделяются специфические микротоксины. Доказано современными микробиологами, а также опытами немецкого профессора Германа Вольфа, что этот микротоксин является причиной развития раковых клеток. Раковая опухоль в растворе термофильных дрожжей за одну неделю увеличивается втрое, а при перемещении в нейтральную или щелочную среду прекращает свое развитие. Это обусловлено наличием и отсутствием питательной среды. Какие же выводы мы можем сделать? Обязательно прочитайте нашу статью о муке. Она дает четкое представление о хлебе, который нам продают в магазине. Нет смысла доверять, нужно всегда проверять. Сейчас в России насчитывается 3 миллиона больных раком, и все они были просто обмануты современной индустрией питания. Они просто не думали о здоровье своего тела. Пожалуйста, учитесь на ошибках других людей. Откройте учебник биологии. Все среды нашего организма имеют нейтральную среду, в то время как вирусы и грибы размножаются в кислой среде. На этом все. Следите за нашими выпусками и подписывайтесь на наш канал.